Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Великая Октябрьская социалистическая революция как закономерное событие в развитии России». Лекцию читает доктор философских наук, профессор Владимир Петрович Огородников. Прошу обратить внимание, просто профессор, доктор наука, орденоносец, орден Октябрьской революции. Это медаль ордена, прошу, значит, для скромности. На дело, конечно, из-за того, что у нас сегодня и тема такая, и продолжаем праздновать. Вот. Значит, извините, уважаемые товарищи, я сидя буду, потому что я сегодня уже прочитал 6 часов лекции на ногах. Там нельзя было не читать, на ногах аудитория большая, как только сядешь, аудиторию теряешь. Поэтому ноги гудят, голос еще ничего, работает вроде и голова, а вот ноги отказывают. Так что я буду, извините, сидя. Хотя это, в общем, мне не свойственно, стараюсь ходить. Итак, значит, у нас тема такая, самая злободневная, актуальная. Великая Октябрьская социалистическая революция, как закономерное событие в развитии России. И, видимо, начать надо тут, вот видите, историческое и логическое, да, сочетается. Значит, явно, если закономерное, то надо проследить историческую ретроспективу, с чего все это начиналось. Противопоставить выступление сегодняшнее хочу нашим идеологическим противникам, которые вот и с экранов телевизора, и в фильмах последних пытаются представить Великую Октябрьскую социалистическую революцию, то переворотом, то, значит, вот особо коснусь терминологии еще этой, то, значит, совершенно случайным каким-то фактором, вернее, событием совершенно случайным, которое появилось в результате неких субъективных действий. Ну, прежде всего, вот признают талант, гений. Но вот один из выступающих сказал, злой гений Ленина, да, вот-вот он и сработал здесь, да. Ну, а вот появился фильм под названием «Демон революции», и там мы узнаем, что какой-то немецкий авантюрист, да, нам до сих пор неизвестный, не историком. Порос, извините, Порос. Да, да, да. Неизвестный человек. Ну, он известный. Нет, широко неизвестный, так скажем, я, может быть, не очень точно выразил. Он известный, но широко неизвестный. Во всяком случае, население, я так, выступает население, да. Вот, значит, вот он, значит, якобы, вот опять новый вариант старого мифологема, что, где, мол, вот Ленина привезли в опломбированном вагоне, сзади шли там в составе опломбированные вагоны с дойчим марками, вот, и Ленин как бы раздал рабочим крестьянам дойчим марки, и они кричали, Ильич, добавь сюда-то, добавь сюда. И вот на эти деньги, так сказать, было куплено вооружение, так, были вдохновлены и сделали революцию. Ну, понятно, что это такая какая-то картина совершенно и внеисторическая, и вне логическая, да. Потому что тут, с одной стороны, вот эта сила денег абсолютизируется, а в то же время объективно это основания какие-то были, революции, или просто желания. Вот в данном случае все подается, почему дойчим марки, да, потому что, ну, вот с этим можно согласиться, что Германия, конечно, хотела выбить Россию из Первой мировой войны, да, потому что основной противник мы были тут. Вот, хотела, да, было такое субъективное желание. Но, понимаете, ну, представим себе ситуацию, там, скажем, 18 век, и какая-то страна решила нас это так, что же, разорить, что ли, изнутри, и кинула большие деньги, и революцию тогда мы можно было совершить, да, пролетарскую революцию, скажем, в 18 веке, абсурд, да, неисторический взгляд. Ну, точно так же и здесь, то есть, когда вот деньги только, или субъективный фактор, вот слой гений Владимира Ильича, Ульяна Олеговна, тогда тоже получается, вот абсолютизация субъективного фактора, это до сих пор остается одной из ошибок, но ошибок-то ошибок, а ведь это делается, когда эта ошибка намеренно делается, это уже иначе надо называть, не ошибка. Вот, это фальсификация истории, и очень часто впадает, вроде, серьезные историки особенно грешат этим, и получается, что если бы вот Николай II был бы посильнее человек более высокого интеллекта, могучей воли, вот как один историк сказал, вот как Петр I был бы он, Николай II, ну, никакой бы революции не было, даже еврейской бы не было, не то что октябрьской, да, и развивались мы вот как, ну, вот парламентарная монархия, вариант там, ну, ничего-то какие-то дали бы свободы, ну, буржуазные, да, и ясное дело буржуазии, вот, немножко себя бы отодвинул бы Николай II, вот, и по-прежнему у нас, мы при царе бы жили, сейчас вот портреты царя висели, ну, и ясно, что не мы бы выступали, а кто-то другой выступал, да, соответствующими, ну, и системы, и жили бы мы гораздо лучше, конечно, ну, вот, если сравнить Англия, да, производительность труда у них выше, чем у нас, действительно, это так, но это опять не исторический, так сказать, рассмотрение, вот, вырвали там из контекста мирового развития и сопоставляем вот какие-то вот развития Англии сейчас, развитие России сейчас, да, предположим, и не в пользу России, конечно, это будет. Так вот, чтобы доказать, что этот процесс революционный, он начался задолго до октября, и даже не в XIX веке, а еще раньше, то нужно, конечно, вот, я философ, но философия без материала исторического, когда речь идет о двуисторическом процессе, она становится просто пустым разговором, да, что называется, переливанием из пустого в порожное, в порожное, значит, ну, вот, значит, по поводу процесса, который мы прошли, ну, наши далекие предки прошли, буквально, вот, разложение родового строя, образование государственности, да, Древняя Русь, вы знаете, это X век, так вот, наши эры, конечно, да, иногда приходится упоминать, да, что это X век, конечно, наши эры, мы тут, конечно, отстали от передовых народов, потому что разложение родового строя у передовых народов, скажем, в Греции произошло, это дело еще, ну, окончательное разложение родового строя в VIII веке до нашей эры, плюс X веков нашей эры, получается, тут практически 2000 лет, да, ну, не все ведь такие прыткие были, да, вот, поэтому у нас в то время, вот, когда было разложение родового строя, далеко еще и не все государства сформировались, скажем, где там были германские племена в это же время, какая у них была государственность, они в феодализме прожили вот до середины 19-го столетия, вот, тоже отстал их, вот, хотя вот Германия потом как-то так рванула, благодаря преобразованиям, тоже революционным, кстати, преобразованием, буржуазным, революционным преобразованием сверху, от Бисмарк, да, там, железный канцлер, но вернемся, однако, к России. Итак, вот, родовой строй рухнул, и это был закономерный процесс, конечно, закономерный процесс. Первобытный общинный строй, по данным современных антропологов, длился в среднем, ну, для всех народов нынешних земного шара, что-то около, вы знаете, 90 тысяч лет. Вот так мы, как говорится, постарели в лице, вернее, в глазах современной антропологии, да. Еще 10-15 лет тому назад, я говорил студентам, ну, вот, это порядка 50 тысяч, да, 40-50 тысяч лет. А тут 100 тысяч лет всей истории, и первобытный общинный строй, и львиная доля. Ну, вот, ну, почему произошли вообще изменения-то радикальные? Вот социальная революция произошла, великая, которую вполне можно сопоставить по характеру, типу и сущности с Октябрьской революцией. Что это за революция? Первобытный коммунизм, общенародная собственность на средства производства, ну, на уровне племен, да, или, ну, бывало еще, там, союзы племен. И распределение по потребностям, коммунистическое распределение, по потребностям, и власть советов, ну, не народных депутатов, советов племен, советов старейшин и так далее. Абсолютно сменяемая. Вот где была действительная демократия, да. И вот революция, благодаря чему? Развитие, все по Марксу, развитие производительных сил, увеличение производительности труда. Почему 90 тысяч лет наши далекие предки жили вот в этом коммунизме, коммунизме, который, конечно, звать нельзя, да, вот упрекает некоторые тоже теоретики, что мы зовем это старый коммунизм, что ли? Нет. Там средняя продолжительность жизни была около 25 лет, да. Жизнь была жесточайшая, конечно, по отношению ко всем, и к малым детям даже. Ну, и, конечно, вымирали там целыми племенами. Мы вот счастливые наследники тех, кто сумел в этих жесточайших условиях выжить. И постепенно за счет совершенствования техники, технологий, прежде всего обработки почвы, потому что первобытный строй связан, прежде всего, с земледелием. Ну, там еще охота, рыбная ловля, конечно. Ну, прежде всего, земледельцы, да. И вот производительность труда настолько низкая, что не из-за того, что они были такими там внутри справедливыми, распределение шло именно по потребностям, но потребности были мименизированы настолько, что если вот меньше получаем, и начинаем просто гибнуть с голода, да, и как вымирали целыми племенами. И поэтому не было возможности эксплуатации чужого труда. Если каждый производит минимум-минимором, как можно эксплуатировать, да? Тут не моральные какие-то качества, что какие они были замечательные, да, какое у них тут равенство было, вот. А просто вот вынужденность такая. Иначе жить было просто нельзя. Эксплуатация была невозможна. Но медленно, постепенно, мучительно наши далекие предки развивали вот это, развивали производство материальных благ. И вот к исходу девятого, девяностого веного, да, тысячелетия, да, они достигли такой производительности труда, ну, в наиболее развитых, опять же, странах. Вот я назвал Древнюю Грецию, можно было в Восток привести это, Древняя Китай, вот примерно в это же время Древняя Индия, да. Ну, так, немножко Египет, но там с Египтом все немножко сложнее. Вот и все, кого мы можем назвать. Вот достигли они такой производительности труда, которая давала устойчиво, давала невременно как-то в результате удачной рыбной ловли или удачного урожая. А вот устойчиво постоянно производили в 2-3 раза больше, минимум в 2 раза больше, чем было необходимо, чтобы просто не умереть с голода, да. Значит, вот какой-то прибавочный продукт. И вот благодаря этому увеличению производительности труда можно было заставить кого-то, ну, взятого в плен, раньше съедали просто, а теперь, значит, можно его заставить работать на племя. Ну, вот. В ней экономическое принуждение, силой, конечно, потому что производительность, ну, он произвел в 2 раза больше, чем необходимо для него, чтобы он остался в живых и работоспособен. Ну, вот этот остаток ему, значит, у него отторгли, вот с этого все началось. И вот тут и частная собственность начинает накапливаться в каких-то руках, да. В каких руках? Там и соплеменников порабощали. Ну, это тоже было связано с закономерным процессом. Большая семья, в основном мужчины, да, мужской труд наиболее производителен тогда был. Вот. Сейчас уже это снято. Опять же, чем техника и технологии производства. Ну, и вот, когда это совершается на уровне союза племен, уже постоянно начинает использовать труд рабов, вот, совершилась Великая социальная революция. Появляется частная собственность на средства производства. За счет этого появляется государство, как политическая настройка над частной собственностью, которая может и должно сохранять, приумножать эту собственность, да, и охранять в конце концов, да. Вот. Появляется государство, и появляется тут и право, то есть появляется политика и право вместе с этим. До этого никаких политических властных отношений, отношения, подчинения такого жесткого не было среди людей. Первая – Великая социальная революция. Почему Великая? Может, это было плохо? Нет. Вот такая организация работы позволила все-таки высвободиться определенной группе людей. Древняя Греция – классический здесь пример. Которые могли себе позволить не работать физически. Физический труд в Древней Греции для сводных людей был просто унижением каким-то. Поэтому многие изобретатели каких-то вот инструментов, каких-то станков, оборудования примитивного, но увеличивающего производительность труда кого? Рабов. Они эти изобретения относили к рабам, опять же, боялись признать, что это они изобрели. Понимаете? Потому что это как? Он на рабов работает. Это зачем на рабов-то тут облегчать им участь? Ну, если что-то трудоемкое, ну, возьми три раба, а не одного. Еще более-то, он десять тащил. Вот, плоское тащил, круглые коти. Вот. Зачем облегчать их участь? Ну, постепенно производительность труда шла все-таки. Да, увеличение производительности труда шло. И вот формы частной собственности менялись. Дальнейшие революции. Феодальная революция, буржуазная революция. И мы приходим к февральской буржуазной революции в России. Ее коренное отличие от Октябрьской революции. В чем? Вот почему-то это, вот сейчас, вы знаете, сглаживают это различие. Ну, даже официально это, весной вот этого года, Министерство образования и науки выпустило циркуляр, согласно которому во всех школах и вузах, вот этот период, ну, столетию, конечно, октября это было выпущено, даже не к февралю. Вот, немножко запоздало к февралю. Вот это все вместе, 17-й год, это Великая Российская революция, вот так надо называть, объединили Великая Российская революция. И вот это первый этап февраль, и второй этап октябрь, да, но тут с октябрем что-то как-то криво пошло вроде, как они считают, да. Вот, наши классовые противники, прямо скажу, да. Так вот, а в чем коренное-то отличие? Ну, отличие в том, что февраль, буржуазная революция, частная собственность сохраняется, только перешла к другому классу. А октябрь, частная собственность уничтожается. Вы знаете, что Маркс и Энгис в манифесте Коммунистической партии в 1848 году задачу Союза Коммунистов, которую они создали, обозначили. Так вот, пишут они, кто из них эту фразу написал, не ясно, ну, потому что двое писали, оба. Ясно, что можно кратко нашу задачу выразить следующими словами, уничтожение частной собственности. Все, больше ничего не надо писать, уничтожение частной собственности. Потому что тут же в манифесте, конечно, это было еще такой абрис, не было еще такой научной теории, она появляется уже в капитале Маркса, политэкономии, да, марксистской. Появляется доказательство уже этого положения, что частная собственность является основой эксплуатации, неравенства, несправедливости. Поэтому задача коммунистов и даже социалистов – это уничтожение частной собственности. А потом вот сыр-бор вокруг этой частной собственности и разгорается. Вот частная собственность, нам до сих пор теоретики буржуазии говорят, что частная собственность, якобы даже некоторые договариваются, всегда была. Всегда была. Вот пока существует человек, была всегда частная собственность. Но это декларация. Вот сколько я не приставал конкретно к таким теоретикам, с позволения сказать, они не могли это аргументировать. Не могли они аргументировать. Ну, вот тут вера выше знания, что называется. А может они и не верят, конечно. Бывает и такое, да, что у нас там среди астрологов все 100% верят в то, что они вещают. Жулики, мошенники. Ну, поэтому, значит, все это наслаждается, конечно, такого рода взгляда. К сожалению, обыватель, он у нас опущен средствами массовой дезинформации населения. Они очень мощные, очень легко можно обработать. Если в фашистской Германии не было таких средств массовой информации, но вот соответствующие выступления фюрера, талантливого оратора, который использовал формулу Ницше, что толпе нужны не рассуждения, а жесты. И вот я его послушал, у меня есть сейчас уже запрещенный диск, запись видео, запись выступления фюрера. Мне было интересно, как преподавателю, лектору, да, вот послушать, как он работает. Я Ницше по-немецки. Но вот ритмику я даже секундомером замерял. Когда он выкрикивает вдруг толпу на стадионе, выкрикивает какие-то фразы. И у него эта ритмика, кто его учил, или это природный талант, она задает, вот понимаете, эта ритмика задает в унисон, с определенной эмоциональной ритмой толпы, и толпа подчиняется ему. Она слышит, может, не понимает, что он говорит, смысл, но она запоминает, и потом это становится ей. Так же, как наши современные средства телевидения. Десять раз по телевидению сказали что-то, на одиннадцатый раз обыватель считает, что он всегда сам так думал. Он не задумывается, он критически не относится, потому что до сих пор верит печатному слову, устному. И чем больше это пропаганируется, то срабатывает зоопсихологический эффект. Большинство так считает, значит, и я должен так считать. Будь как все, иначе говоря. Ну, вернемся, однако, вот к революции. Итак, если мы говорим, что с разложением родового строя на Руси, вот Русь-то возникла как таковая, благодаря разложению родового строя и новому объединению. Вы знаете, вот тут опять сказывали все по Марксу. Вот общие закономерности развития общества. Все то же самое за две тысячи лет, как я сказал, ну, чуть поменьше, ну, так округлим. Древней Греции было. Что у них было? Города, государства, междоусобица, устокновения. Ну, вот, понимаете, удивительное сходство. Это говорит о закономерности развития общества. И вообще, легко доказать с позиции даже формальной аристотельской логики, что незакономерного ничего быть не может. Хотите, докажу? Вот. Все, что происходит, закономерно. Но это не значит, что все происходит абсолютно необходимо. У нас закономерность и необходимость путают. А тут выдвигается, что вот это случайная революция, октябрьская случайная, февральская вроде не случайная. И противопоставлять закономерное и случайное. Неверное противопоставление. Закономерное имеет антиподом незакономерное. А случайное – необходимое. Опять же, нельзя случайное и необходимое противопоставлять. Вот за счет этого и возникает вот это абсолютно необходимо, а вот это вроде как абсолютно случайно. Где диалектика? Необходимое и случайное. И вот, чтобы показать, что это было закономерно, а в закономерности как раз это фактическое единство необходимого и случайного и осуществляется, вот надо вспомнить, что как только возник новый строй на Руси, и сама Русь возникла, как возникновение нового строя, феодально-крепостнического, который укреплялся, укреплялся, и до Екатерины Великий дорос до Существования. Существует своего апогея почти что, да, здесь. И тут же начинается восстание, крестьянские восстания. Крестьянская Русь, она и в семнадцатом году еще была в основном крестьянской, как мы с вами знаем. Ну, я вам так просто набросаю, так сказать, опять восстание по какому поводу? По поводу того, что владельцы средств производства земли, а они в амбарах держат зерно, а народ голодает и гибнет с голода. Вот первое восстание, зафиксированное нашими историками в Суздале, в тысячи, в тысячи двадцать четвертом году произошло, понимаете? Вот, вот когда, начало. Вот этого. Вот голодное восстание, конечно, какие они ставят задачи? И опять же, повторение закономерности, удивительное повторение закономерности. Разложение родового устроя, я упомянул, одна из стран, Китай. И вот, гораздо более ранний период. Ши Цзин, книга песен. Вот это фольклор древнего Китая. И первая песня, дошедшая до нас, удивительно, первая песня из этой Ши Цзин, книги песен, датируется восьмым веком до нашей эры, по нашему европейскому летоисчислению. И о чем она? Я вот процитирую. Удары звучат далеки-далеки, то рубит сандал дровосек у реки, и там, где река омывает пески, он сложит деревья свои. Вы ж, сударь, в посев не трудили руки, и в жатву не знали труда. Откуда ж зерно ни с одних полей в амбарах ваших тогда? С облавой вы не смыкали круг, стрела не летала из ваших рук. Откуда ж висит ни один барсук в амбарах ваших тогда? Мы вас благородным могли бы считать, но долго ли будете вы поедать хлеб, собранный без труда? А? Каково? Да? Частная собственность, нажива. Вот наши проблемы, мы нашим соотечественникам можем кинуть вот это. Долго ли будете вы поедать хлеб, собранный без труда? Вот отчего шла революция-то, вот она. И революция, она по существу была второй великой социальной революцией в истории человечества. Первая, когда перешли к частной собственности, от общенародной, от первобытного куню, вторая, когда вот отрицание, отрицание, все по Гегелю, понимаете? Отрицание, отрицание. Общенародная собственность отрицается частной, проходят разные формы частной собственности. Буржуазная революция не решила никаких социальных проблем только потому, что помещичья собственность стала буржуазной собственностью. То есть частная собственность осталась. Только так поменялись некоторые лица, а иногда и лица-то не менялись. Понимаете? Вот. В чем дело? А Октябрьская революция уничтожает частную собственность. Это в этом вот величие, в этом сущность, в этом смысл. И в этом первое значение. О значении еще отдельно скажу. Значит, вот когда, и вот я обозначил, 1024 год в Сузе, а если сразу перейти к началу 20 века, то вот крестьянские бунты 1901 года. Не урожай, голод опять. Все то же самое. 1024 год и 1901 год. Вот обширные крестьянские бунты на Руси. Это преддверие первой русской революции 1905 года. Вот тут рядом. Вот. И опять, значит, крестьяне голодают, помещи Абубары забиты зерном. Вот. И эти бунты продолжались, в общем, до Первой мировой войны. Хотя 1905 года революция, вы знаете, так была, да, ну, так сказать, через борьбу, конечно, просто убита была, можно сказать, убита. Ну, и вопрос-то не был решен. Не был решен. И поэтому надо, вот революция, февраль вроде как тоже основные, ведь кто был, так сказать, инициатором этой революции, хотя там и великие князья ходили с красными бантами, да, в феврале и марте еще 17-го года. Ну, вы понимаете, основные народные массы-то, кто сделал революцию, опять рабочие и крестьяне. Крестьяне одеты вот в шинели, с оружием в руках, снимались с фронта. И это мы знаем не только там из книг каких-то. У меня дед воевал, первая империстическая война, он, значит, прошел, стал офицером, за храбрость как-то была возможность, там, какие-то курсы кончил офицером. Закончил войну фактически для него, она закончилась, когда его часть была снята с фронта, снялась фронт. Вы знаете, там и братания была, вот классовая солидарность проявилась, братания с немцами на фронте. Вы же понимаете, ничего подобного не могло уже быть во Второй мировой войне, и не было. А там вот штыки в землю, их посылают друг на друга в атаку, а они штыки в землю и обнимаются. И множество материальных, видите, фотосвидетельств, и даже кино есть, такие вот зарисовочки, да. То есть, вот классовое чутье их толкало друг другу в объятия, а не в штыковую атаку друг против друга. Но проблема-то не решена, вот правительство-то антинародное, и оно осталось таким, когда у нас Керенский вместе с кабинетом министров временного правительства, так сказать, пришел к власти, хотя ведь Керенский тоже с красным бантом виноват ходил и, так сказать, тоже позиционировал себя революционером, в общем, и так далее. И даже пытались тут, так сказать, идеологически противопоставить большевикам и Ленину, что они хотят, в общем-то, революцию свернуть. Это Ленин-то, и большевики хотят свернуть революцию. Вот такие. Но это похоже, вот сейчас, вот, фиксификация идет истории, да, и можно было бы эти заявления как документ, да, вот там, декларация Керенского осталась, и вот, пожалуйста, вот видите, Керенский говорил, значит, это факт. Большевики хотели свернуть революцию. Вот, пожалуйста, вот так делается. Вроде документально подтверждено, вообще историки, народ удивительный. Я вот с Владимиром, забыл его отчество, Калашниковым, я давно знаком. Вы знаете этого человека, да? Солидный историк, доктор исторических наук, в политической жизни принимал большое участие. Он же, достаточно сказать, что он был в последнем политбюро ЦК, секретарем ЦК был, КПСФ Калашников. Он меня помладше, лет на пять, по-моему, если мне память не изменяет. Ну вот, я тут с ним встречаюсь, ну не то, что регулярно, эпизодически встречаюсь в доме Плеканова по поводу революции. И что он, он целый час, я тоже вообще любитель много поговорить, целый час говорил о революции февральской и октябрьской. И вот, особенно о февральской акцентировал. И там, что сказал Милюков, что сказала Родзянко, что сказала Александра Фёдоровна, что сказал Николай Второй, что ещё? Какие-то телеграммы обменились. И утопил процесс вот в этих деталях. Конечно, процесс без деталей не существует, но когда в деталях, а потом, когда надо делать вывод, значит, в чём причина февральской революции. А вот там, значит, опять слабость царя, недальновидная его политика, национальное меньшинство угнетал, Столыпинская реформа. А тут справедливо, конечно, Калашников её критикует, хотя у нас Столыпина поднимает на щит, якобы это было прогрессивно, он показал. Ну вот, так сказать, отдельно взятые моменты, вроде можно согласиться, а в целом получается, что основное не указал. Я тут же, выступая с садокладом, сказал, что вот, к сожалению, коллега Калашников, он не указывает на основное противоречие-то, да, которое, вот февральская революция, ну, свержение царя, да, а при этом класс остался, даже феодальный класс, вот эти великие князья с бантами-то, да, вот, ходили и даже пели песню, долго в цепях нас держали, долго нас голод томил, вот, ну, вот, едва сводя концы с концами, ремня на пузе, вот, вот такие, значит, были. Действительные факты, фотографии есть, когда они там шествуют, значит, документальные снимки, вот, как подавалось. Так вот, понятно, что тут февральская революция главного не решила, главной задачей, вот, она вроде бы была стимулирована этими противоречиями, противоречиями, прямо скажем, опять между трудом и капиталом, между частной собственностью и, вот, страданиями от этого эксплуатации, страданиями от этого широких народных масс, главных производителей, материальных, ну, а потом, скажем, и духовных благ дальше, да, вот это надо учитывать, конечно, в наше время нельзя все сводить к материальному производству, но это отдельный разговор. Итак, значит, год октябрь был подготовлен еще там восстаниями крестьянскими, восстаниями Степана Разина и Петра Болотникова, и Пугачева, конечно, да, все это вот нарастало, противоречие ведь нарастало, нарастало, и эти восстания были в основном перечислены, как Александр Сергеевич Пушкин сказал, гунтом подчас бессмысленным и беспощадным, потому, почему бессмысленным, потому что цели, ну, знаете, Пугачев себя там опять объявил уже Дмитрием там третьим каким-то, да, вот, что... Петром, да, 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 извините, вот-вот, да, Петром, Петром третьим, да, то есть попытка разыграть эту карту, да, опять, да, ну, вот, это говорило о том, что, ну, с Пугачева, конечно, мы не можем предъявлять ему сейчас иск, что у него не додумал, да и не мог никто, не только Пугачев, да, другие не могли додумать, но вот это вылилось это в бунт, это показало, насколько уже противоречия-то усугубились, но нет, вот, значит, надо было, и даже царь-освободитель Александр II, 1861 год, даровал свободу, вроде как, да, крепостничество как будто уничтожено, заметьте, крестьяне освободили без земли, вот, да, без земли освободили, огромное большинство были отдельно взятые помещики, которые, то есть, конечно, это вопрос никак не решило, продолжалось, вот эти все уже восстания, это начало 20-го века, да, они были связаны именно с тем, представьте, что опять земля-то в чьих руках была, а февраль, что я решил, этот вопрос опять не решил, все при своих и те же самые еще помещики остались при своих, что называется, землях, да. Александр, помещичью саньку и поджигали. Ну, конечно, конечно, да, вот, вот эти бунты-то, они, конечно, продолжающие в Первую мировую войну, да, вот. Ну, и вот тут огромные массы, вроде эйфория была после февраля, то есть, 17-го года, большая, и вот я вот это тоже знаю, у меня вот, семья-то, все мы питерцы, у меня на Охтинском Георгиевском кладбище в одной ограде 15 огородников захоронены, понимаете, все здесь вот истории, вот дед, ну, не буду там личные такие воспоминания, так сказать, семьи, ну, вот все эти процессы через все семьи проходили, да, и вот деда избрали в марте солдаты его, избрали компполка, он ротой командовал, его компполка избрали, и он там компполка прошел гражданскую войну всю, вот. Ну, потом, значит, вот были тут перегибы на места, в 35-м году его репрессировали, вот. Это был такой момент, а? Расстреляли и сослали. Не так и не так. Ну, там были, значит, его в НКВД заставляли подписать бумагу, согласно которой его друг по Первой мировой войне, да, еще участвовал, комдив, он компполка был, комдив, немецкий шпион, он это не подписал, вот, ну, его там немножко помучили, так помучили, что он заболел и умер, вот, так. Ну, уже перед смертью его свезли бабушке, забирай, говорит, своего, все уже так, чтобы не хоронить, а то так вроде ничего не подписал, не признался, вот такие были, вот факт. Но от этого я, узнав это все, да, что моего родного деда, да, компполка, да, 18-й номер Ордена Боевого Красного Знамени порядковый был, 18-й он был, кто получил этот орден, да? В России, в России, в России, 18-й по счету, в России, в Советской России, 18-й. Да-да, вот, тогда порядковые номера давали. Кстати, этого ордена, конечно, в семье не сохранилось там, вот, но жалко. Ну, вот я узнав этому, я отнюдь не ожесточился, понимаете, против советской власти, против, вообще, тем более, против коммунистической идти, да, отнюдь, я уже к этому времени, когда это все узнал, бабушка как-то скрывала от меня, только при смерти я уже взрослый был там, более-менее, в армию собирался, ну, вот. Ну, вернемся, однако, к России, да. Да, и вот, что же дал Октябрь, что дала вот эта, действительно, Великая Революция, потому что она уничтожила частную собственность, существовавшую не вечно, но всю, как говорят, весь цивилизационный период развития России, вот она, и мира, она, конечно, существовала. Значит, это частная собственность, но она исчерпала свои возможности уже в России к 17-му году, хотя, вы знаете, что мы были далеко не передовой страной капиталистического мира в 17-м году, да, далеко не передовой страной, у нас, так сказать, было, конечно, фабрики и заводы существовали, ну, тут мы здорово отставали от Европы. И надо было решить вопрос об индустриализации. Россия была отсталой, в общем, аграрной страной, безусловно, и с этим все историки разного, и левого, и правого толка согласны. Ну, и как это можно было вопрос решить? Оказывается, на основе частной собственности, вот мы убеждаемся сейчас, что частный производитель, он не заинтересован в развитии индустрии. У нас произошло за счет этого деиндустриализация, вы знаете, приватизация, уровень колоссальной приватизации произошел в государственной собственности. Вот, и при этом, что сделали эти новые собственники? Они банкротили эти предприятия, и на месте, в лучшем случае, возводили магазины, супермаркеты, какие-то там перевалочные склады и прочее. Деньги на честь. И торговали, что? Ну, вот в чем они заинтересованы? Вот это... Наживили. Да, они, причем в наживе, очень быстрые, быстрые деньги надо. Вложил, и прибыль получил не через 10 лет, если индустрию развивать, то прибыль вот завтра не получишь. Вы же понимаете, пока строишь этот завод, а что-то у тебя получится или нет, и конкуренция-то там с уже развитыми производствами, ты, может, обанкротишься? Действительно, обанкротишься. А зачем мне это надо? Значит, я вкладываю, я строю супермаркет, я там где-то на периферии открываю эти амбары, там всякие-то складские помещения, я торгую чем? Иностранным товаром я торгую, да? В том числе дошло до того, что даже и духовное производство стало торговать иностранным товаром. Вот у нас Сорос организовал учебники, это я знаю не понаслышке, которые нам правительство предлагало в качестве базовых учебников. По всем дисциплинам. Это вообще ужас. Ужас, я слушаю. Вот, и по истории, и по философии, и по всем гуманитарным дисциплинам. Ну, вы можете понять, я не буду это отдельный разговор касаться деталей, но поверьте, что это все было, конечно, искажено до неузнаваемости. Если генерал до этого не додумался, не успел. Да, вот, вот такая фальсификация была. Так вот, буржуазное-то производство, да, и буржуазия в чем заинтересована? Не в развитии производства. И наша индустриализация, вот первое достижение октября 2017 года. Это проведенное за 10 лет, в исторически просто даже не короткие, а мгновенные сроки. Индустриализация, это было основанием и нашей победы в Великой Отечественной войне. Хотя в начале, вот тут мы проигрывали, да, вы знаете. Но вот то, что в Сибири, там, прямо, так сказать, на земле стояли станки, но они были вывезены. Они уже были, эти станки. Их не надо было заново, понимаете, делать эти станки. Они были, их запустили, там, работали. И в конце концов, вы знаете, мы за счет этого и в вооружении, в конце концов, мы гитлеровскую Германию, значит, опередили. И был перелом Великой Отечественной за счет чего? За счет индустриализации, которую в 30-е годы вот закончили уже к концу 30-х лет. И второе достижение, это, конечно, коллективизация. Вот по поводу коллективизации, чего только не наговорят сейчас у нас наши идеологические классовые противники. Вот, начисленная коллективизация, вот, якобы говорят, голод начался. Вот путают причину и следствие или переставляют местами вообще. Голод-то начался до коллективизации. И это исторические сведения, такие, до коллективизации. Коллективизация помогла решить вопрос, а почему до коллективизации? Вы знаете, первые декреты молодой советской власти. Декрет о земле, по которому землю отдавали кому? Кто на нем работает? Крестьянам. Все это было сделано, отдали. Но вот тут получилось так. Отдали землю. А земля-то, она может быть и личной собственностью, если это вот я на себя работаю. А если земли достаточные, у меня сил достаточные, здоровые ребята у меня, сыновья там, может, племянники, да, работают. Да, я хороший, может, и организатор, да. Но я произвожу гораздо больше, чем мне нужно для собственного потребления. Значит, я пускаю это все в продажу. Хлеб тот же самый в продажу. И я вовсе не заинтересован в том, чтобы продавать там, ну, или раздавать там, что бедным, нищим, что ли? Нет. Голодным? Да нет. Я вот где-нибудь там получше. И сейчас это же все делается. Вот Путин тут хвастался, чтобы мы произвели как раз зерна больше, чем даже за период советской власти. Но это надо проверить, конечно. Это статистика. Знаете, как Марк Твен говорил, есть простая ложь, наглая ложь, а высшая степень – это статистика. Вот. И это у нас везде проявляется. Ну, даже если это так. Ну, даже если это так. Ну, а вот как это все будет? Вы знаете, взять, да и продать этот хлеб, да, основному. А мы тут будем что? Есть либо импортный хлеб за более дорогие деньги. Вот так это случилось. Вот это я специально этим вопросом интересовался. Значит, крестьяне, получив землю, они не имели или имели мало. Вот многие мгновенно превратились в кулаков. Ну, не мгновенно, конечно, там. Ну, вот. И там кто-то и завел необязательно земля, да, сама по себе она дает урожай. А кто-то там, значит, завел там гусей, коров там и так далее. Использовал уже труд людей, которые не смогли в силу, может быть, здоровья, может, малосемейные были, не было рабочих рук. И вот этих бедняков они сделали батараками. Это уже при советской власти. И отсюда реакция советской власти вполне, так сказать, логичная на это была. Вы знаете, шло раскулачивание. И вместе с раскулачиванием коллективизация. Вот что дало. И это дало производительность, трудоповышение, коллективизация. Вы знаете, Ленин говорил о тракторах. Сколько нам нужно тракторов для того, чтобы поднять сельское хозяйство и чтобы мы из голода-то вышли. Ну, вы знаете, в голод мы попали еще и по тому обстоятельству, что бывшие наши союзники страны Антанта, они работали против нас. Они нам экономическую войну объявили, они нам и гражданскую войну. Сейчас говорят, опять фальсификация, что вот Ленин развязал якобы братоубийству и гражданскую войну. А кто на кого напал там? 14 государств. Да, да, да. Вот те наши союзники, которые в Первой мировой войне, они тут же стали противниками. И вот они развязали. А Белая гвардия, это вот, так сказать, они там как бы дополнительно прилепились. Они бы ничего не могли сделать, если вот чисто белогвардейцы. А что же мировая революция-то не произошла? А да, был такой тезис, и Владимир Ильич, этот тезис, как вы знаете, все время в своих выступлениях в народ, что называется, мировая революция. Да, думали мы... Сами постороннего. Два-три дня до мировой революции. Понимаете, сказать. Ну да. Нужно, чтобы народ был воодушевлен какой-то такой великой идеей. Это тоже помогает, понимаете, верить в то, что вот мы сейчас вот все-таки этого достигнем. Даже если это может быть. То есть, это такая политическая доктрина была, мировая революция. Хотя были и объективные основания. Вы знаете, там и в Германии там произошли. Ну, правда, это временные такие изменения. В Венгрии. Вот, и в Венгрии, да. Ну, там, к сожалению, эти силы были недостаточные, да и мы не могли помочь. Нам самим надо было помогать в то время. И вы знаете, вот, ну, все-таки победа октября, индустриализация, коллективизация сделана с могучей и мощной страной. Вот к началу первой, ну, виноват Второй мировой войны, да. А после нашей победы во Второй мировой войне, да, безусловно, а не только в Великой Отечественной войне, да, вот тут и опять вторая волна от октября идущая, положительная. Коммуния рушится. Да, да, значит, во-первых, вот это международное уже значение. Я говорил об индустриализации, коллективизации, забыл сказать, еще один момент, культурная революция. Одновременно, в те же годы проводились, это тоже очень важно. Россия была не только отсталой аграрной страной, но вот эти аграрии-то, крестьяне наши, были сплошь безграмотны. Не могли расписаться в документе, крестик ставили. Так вот, решили этот вопрос? Решили. И тоже в исторически короткие сроки. И вот эти три момента выдающихся достижений Октябрьской революции, да, внутри страны, внутри Советской России, они были в единстве. Они существовали, развивались в единстве. Все это было единое, потому что ликвидация безграмотности, культурная революция, вот эти рабфаки, у меня мама на рабфаке училась, да? Да, за ум. Вот, да. И это позволяло получить своих специалистов. Вы знаете, привлекали иностранных специалистов, привлекали деклассированных элементов из бывших дворян, там, прочее. Вот у меня в семье разночинцы, даже дворяне были, да? Вот, ну вот так вот, мой дед вот так примкнул. И он, так сказать, не просто так эмоционально, а он, судя по всему, ну это отдельный разговор, опять уйду от своего деда. Это хочется иногда в качестве примера, но это неправильно, ненаучно. Но факт тот, что, конечно, вот эти три революции, после революции, индустриализация, коллективизация, это все были тоже революциями, да? И культурная революция, которая так и называется, они действовали и вместе, они, конечно, основывают победы нашей в Великой Отечественной во Второй мировой войне. И затем, конечно, вот еще до этого, вот волна национально-освободительного движения в Азии, в Африке, в Латинской Америке, она же ведь еще до Второй мировой войны, вот эта волна была вызвана чем? Конечно, октябрем 17-го года, а не какими-то другими вещами. Залп Авроры. Да, залп Авроры был слышен во всем мире, этот залп, отголоски. Ну там, вы понимаете, в то время мы не могли еще оказать большой материальной помощи, и поэтому многие там были задавлены эти движения, национально-освободительные революционные движения были задавлены. А вот после Второй мировой войны, хотя мы, конечно, тоже были не очень сильными, но вот организовался лагерь социализма. И это, конечно, было тоже свидетельством и одним из таких продолжений дел Великой Октябрьской социалистической революции, что международное значение. Движение присоединения еще. Ну это да, и движение присоединения, там много еще можно. Ну главное национально-освободительное движение, создание мировой системы социализма, это, конечно... Полумиры на нашей стороне. Да. И интересно, что сейчас вот идеологически отрадно слышать, что, например, вот последнее сообщение. Молодежь Соединенных Штатов Америки, как показали опросы общественного мнения в Соединенных Штатах, ориентирована на социализм. И вы знаете, сколько, в скольких странах сейчас, в сотнях стран прошли демонстрации, даже в буржуазных, крупных странах, в Париже, посвященные столетию октября. Это же тоже свидетельство признания октября. Студенты там изучают историю ледяного. Да, они там изучают, а у нас это убрали, оставили. Понимаете, вот философию оставили, марксистскую философию, на марксистскую философию отводится полчаса преподавателю. Полчаса, можно марксистскую. Ну там, правда, уж надо отдать должное вообще философию об Корнале. Философия – опасный предмет. Опасный предмет. Философский же говорит, что все революции от ума. Не надо образование вообще. Ну вот, от ума. Да, от ума. Ну вот, конечно, от ума – это субъективный идеализм, от ума – революция. Но вот вы помните, один из министров, министр образования Шувалов при Николае Первом еще, он подсунул Николаю Первому указ о ликвидации философского факультета нашего, Петербургского университета, который я заканчивал позже, значительно этого победа. И с какими, так сказать, аргументами? Он сказал следующее, записал это, что, значит, польза от философии сомнительна, а вред очевиден. Вот наши нынешние, так скажем, руководители страны, они, кажется, склоняются к этому же. Понимаете, хотели вот так, ну и душу, философию, каким образом? Ну, было, вы знаете, вот когда я начинал преподавание философии, 48 лет тому назад, философию я преподавал 4 семестра, 2 курса. Потом это было урезано до 2 семестров, 1 курс. Сейчас это урезано до 1 семестра. Понимаете? И, соответственно, в часах, да, я понял. Значит, было урезано. Вот, это не случайно, это не случайно, понимаете? Потому что вот, ну, я говорил на Маркса, а сколько у меня на Гегеля? А на Гегель у меня 20 минут. А на Канте у меня 15 минут. Вот если распределить время, что это такое? Я не успеваю, конечно, ну, как это преподать? А вы знаете, вот без Гегеля-то, без Гегеля. Ведь не случайно философские тетради Ленина посвящены в основном науке логики Гегеля. Да, Владимир Ильич очень хорошо понимал роль диалектического метода в жизни, в практике, в деятельности, в том числе и в революционной деятельности. Поэтому он уделял внимание первостепенной именно философии, вот диалектической философии, материалистической философии и, конечно, марксистской, которая соединила диалектику и материализм в единую систему. А сейчас, вот, наверное, понимает тоже опасность, поэтому плюрализм мнений прежде всего в философии. Вот они их и боятся, потому что это такое все. Да, боятся, безусловно. Плюрализм, да еще это все урезано, да? А ты можешь верить во что угодно, в кого угодно. Вот, пожалуйста, имеешь право, да, считать, что революция и революции делаются от ума, субъективный идеализм, ну и эта точка зрения имеет право на существование. Считая, что революция делается деньгами, причем и другого государства, и эта точка имеет право на существование, есть факты, которые как будто доказывают. Значит, считая, что революция произошла случайно, это необходимо абсолютно, фатально, неизбежно. И ты имеешь право и такую точку зрения отставить. Вот этот плюрализм мнений, который растворяет истину, мнений может быть сколько угодно, правд может быть сколько угодно, правд. Но истин может быть только одна. А мне до сих пор кидает, вот когда вот такие вещи говорю в своей среде, среди философов. Я уже перестал, мне противно ходить на, вот сейчас будет очередной форум философов в Питере, на философском факультете. Противно. Почему? Потому что мои коллеги мгновенно перестроились, перекрасились и стали идеалистами объективными, субъективными. Кто во что гораст, одну тему обсуждает, разные мнения и радуется, что они могут высказать. Пожалуйста, высказывайте, ну где истина-то? А мне говорят, вы что, претендуете на монополию, на истину? На монополию. Я не претендую на монополию. Я претендую только на то, на что еще Аристотель обратил внимание, что истина по закону тождества, да, истинное осуждение может быть только одно. Но если мы говорим об одном и том же, взятом в одно и то же время и в одном и том же отношении, а не может быть множество, а мне пытаются доказать, множество может быть одновременно. Я говорю, ну давайте посмотрим, ток прямо пропорционального напряжения, обратно пропорционального сопротивления. Вот это истина. А вы с точки зрения плюрализма считаете, что обратное осуждение, ток прямо пропорционального сопротивления и обратно пропорционального напряжения – это еще одно положение. Ну попробуйте по этой формуле обратной законному уму рассчитать электричество, только говорят, это другое дело, я говорю, все закономерно, везде есть законы, есть законы и у революции, и в общественном развитии, и нарушать мы не можем, мы можем сделать вид, что мы, так сказать, вроде как пошли по другому совершенно пути. Мы просто не в состоянии нарушить законы, понимаете, вот сделали схему, где обратную формулу закона ума использовали, ну что, у нас не работает просто-напросто, так же и в общественной жизни, не будет работать. Я надеюсь, что, наверное, с профессором Воронцом вы единомышленники? Ну, с Воронцом мы старые товарищи еще по комсомолу, с Алексеем Васильевичем, да, он сейчас, да, мы единомышленники, он в КПРФ, у нас есть различия взглядов, как у нас КПРФ там, ну не во всем сходимся, вот, но мы старые товарищи, я говорю, поэтому, так. Да, 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 доктор философский, да, 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 все, значит, мне намекают, что я лимит, все, вот, понимаете, принцип относительности конкретного требует еще того, что всякое конкретное ограничено. Так, значит, еще не все, нет, не исчерпан лимит. Значит, вопросы не поступили, запись, да, выступления нет, поэтому вам заключить на слово. Вот так, да? Заключить на слово не будет. Ну, уважаемые товарищи, вот, нет моего постоянного оппонента, так сказать, Михаила Васильевича, тоже старого моего приятеля по комсомолу, я работал в Василиостровском райкоме комсомола, был замзав отдела учащейся молодежи, а Михаил Васильевич, мой ровесник, в это время был неосвобожденным секретарем комитета комсомола своего матмеха, где он тогда учился. И он там, значит, мы с ним спорили вот с тех времен, это очень давно, вот, молодые люди там, все, родители, наверное, под стол пешком ваших ходили, когда мы спорили, вот. Ну, вот, всегда он меня тут будоражит, какие-то вот тоже уточняет детали. Ну, вот, раз нет и никто не хочет уточнить и задать мне вопросы, что мне сказать напоследок. Конечно, я думаю, что вот сейчас в наше время, хотя концепцию информационного общества я отнюдь не разделяю, постиндустриальное информационное общество, она снимает вопрос от собственности. Техника, информационная техника, все решит, да? Но, тем не менее, конечно же, 21 век отличается и тем, для развитых народов и стран, что вот эта информация становится все более весома в нашей деятельности, безусловно. И поэтому и дезинформация очень много весит. Средства, как я говорил, массовой дезинформации, почему меня давно уже с телевидения сняли, я вот только у Пронина в Красном ТВ могу уступать более-менее регулярно. Вот, средства массовой дезинформации, они нам постоянно подсовывают фальсификации всего. Всего. Мы вообще живем в эпоху постоянной фальсификации, которую на руку буржуазии, даже вот материально, нет ни одной банки консервов мясных, которая бы не представляла собрание требухи и костей вместо мяса. Понимаете? Нет, дорогие лекарства, это я тоже не понаслышке знаю, к сожалению, 73 года и уже приходится, так сказать, да, пользоваться лекарствами чаще, чем хотелось бы. Так вот, чем дороже лекарство, тем вернее оно фальсифицировано. Фармацевты признаются, что 80% лекарств фальсифицировано. Вот, да, понимаете, фальсификат. Фальсификат, конечно, идет и информационный. Вот, в частности, сейчас мы, прямо вот так, не агара на нас вылилась, этого фальсификата по поводу революции в 70-летие. И получается, вот это, как бы, демократия и очень разные точки зрения. Иногда близкие к истине, да, к марксизму близкие, к марксизму-люминизму близкие. Ну, близкие, но не совсем в точку. Понимаете, вот эти шатания, на обывателя такое мнение, ну да, вот и это, да, можно послушать, да, и согласиться. А потом с диаметрально противоположным мнением тоже согласиться. А в результате мнения-то нет. А в чем истина-то? Нету истины. Только плюрализм, и они все растворили. Вот. И это, конечно, чрезвычайно опасно. Как вы понимаете, что если мы, в общем, ставим целью победу социализма в нашей стране, то есть октябрь впереди у нас, не только позади, да, мы, коммунисты, ставим такую цель, то понятно, что какой-то небольшой группой мы этой цели не добьемся. Надо, чтобы идея, как Маркс говорил, да, владела массами. Вот. И вот отсюда вот так вот, к сожалению, келейно проходят наши лекции. Ну, я стараюсь выступать там, где только мне дают такую возможность, да, выступить. Тысячи просмотров. Вот. Ну, да, ну это просмотры. Ну, вот опять же, вот новые средства, да, информации позволяют, так, вот эти барьеры преодолеть. Туда не пускают, сюда не пускают, туда вовсе не приглашают. Ну, вот что-то есть. Ну, вот я думаю, что надо нам действовать сообща, потому что, как я убедился по некоторым замечаниям, высказываниям, да, просто знаю людей, люди грамотные, в марксистском отношении образованные, в философском отношении тоже отнюдь не какие-то так, недоучки, что ли. Поэтому нам всем надо, вот эта идеологическая борьба в настоящий момент, когда мы не можем объявить курс на вооружённое восстание. Нет объективных оснований к этому, да, не только субъективно, так, объявим курс на вооружённое, нас всех арестуют и всё. Да, значит, но сейчас мы можем, вот, объявить курс на эту идеологическую борьбу. Она становится в нашей классовой борьбе, ну, центром сейчас. Это информационная борьба. Она дорогого стоит. Вот смотрите, как могли Украину переориентировать. Ну, всё на Украину, на Украину показывает нам. А у нас же то же самое было. Такая же оранжевая революция, да, один к одному. И свержение памятников там Дзержинского, да, и эти критики, понимаете, дикие. Вот, всё то же самое было, понимаете. И вот это на основе чего? Информационной работы такой, понимаете. Вот все эти революции, с позволения сказать, в кавычках, оранжевые, они, конечно, делаются на основе сначала дезинформации, а потом массы поддерживают это, выходят на улицу и требования, дайте нам. Кстати, фашистский переворот, называют революцией. Это революция, когда форма собственности меняется, правильно? Совершенно верно. Вот я хотел сказать, спасибо, значит, что вы дополнили, вот переворот, переворот вообще, да, вот когда форма собственности та же, но руководители наверху, вот они друг друга там подсидели, кто-то кого-то отравил, как у нас были монархии. Вот переворот, это верхушечные изменения, изменения в настройке, а не в базисе, говоря, языком, да, а революция, конечно, это изменение в базисе. Если в базисе ничего не произошло, так всё, о чём начнём? Ну вот так, да. Спасибо, Сергей. Лекция ещё не закончена. Небольшое продолжение, Степан Сергеевич. Продолжение. Вот, Степан Сергеевич, он может уточнить, конкретизировать. Я, прежде всего, хочу поблагодарить Владимира Петровича за лекцию. То, что не было вопросов, это говорит о том, что удалось раскрыть в доступной форме, всё понятно. То, что не было выступления, значит, позиция лектора поддержана нашей аудитории, это говорит только в плюс. Ну и вообще, Владимир Петрович один из немногих философов, которые остались на классовых позициях. И вот на классовые позиции он встал, ну, по крайней мере, оформил, значит, то, что он встал на классовые позиции 50 лет назад. 50 лет назад. Да, да, 50 лет. Петрович вступил в партию. Да, из кандидатов был принят в члены КПСС. Причём он оставался на ортодоксальных марксистско-ленческих позициях. И не случайно он оказался в рядах РКРП, которая имеет свою историю, как раз берёт своё начало с 28-го съезда, с последнего съезда, когда началась борьба на съезде против курса Горбачёва, курса на рынок. Вот Владимир Петрович до сих пор на боевом строю. Очень хочу пожелать им успеха дальше творческих. Спасибо. В общем, Григорьево Абрансану, девчон, в конкурсе, 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 в конкурсе. Это было для меня, понимаете? Потому что действительно, вот, всё это время, знаете, как меня на философском факультете называют, за глаза, правда, боятся в глаза, твердолобый марксист. Твердолобый марксист, вот такой эпитет. А, этот, Огородников, твердолобый марксист. Вот, который, да, да. Объявление о следующем занятии. Через неделю встречаемся в четверг. Тема занятия «Борьба коммунистов за прогрессивный трудовой кодекс в Государственной Думе». Ведёт занятие депутат Государственной Думы Второго Созыва Владимир Фёдорович Григорьев. До встречи через неделю. Продолжение следует...